МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Литературные и летописные источники Куликовской битвы приводят к нам фантастические цифры русских ордынцев, которые сражались в Куликовской битве. Это и 200, и 300, и 400 тысяч человек. Это, конечно же, было нереально, поскольку если мы с вами вспомним поход на повод 1562 года Ивана Грозного, то когда были привлечены все наличные силы воинов русской земли того периода времени, в этот поход отправилось всего лишь 45 тысяч воинов. Напомним, что в эпоху Ивана Грозного Московская Русь уже была в несколько раз больше, чем та Русь, который выставил своих воинов на Куликовом поле. Надо отметить, что действительно эти фантастические цифры объяснять достаточно просто. В это время на Руси любое сражение, которое превышало несколько тысяч воинов, уже считалось очень крупной битвой. Например, скажем, что в печально известном сражении у Спаса-Ефимовского монастыря около города Суздаля, где столкнулись рать московского князя Василия Темного и хана Ууу Мухаммеда, со стороны русского князя, московского князя и его союзников принимало участие всего лишь полторы тысячи воинов, которые противостояли тремя с половиной тысячам ордынцев, которые победили их и пленили московского князя. Литературные и художественные источники Куликовской битвы были созданы намного позже, чем само сражение. Поэтому летописцы, которые указывали столь фантастические цифры, сражавшиеся на Куликовом поле, стремились подчеркнуть в важности и масштабности самого сражения. Надо отметить, что не все русские княжества посылали свои полки на поле Куликова и прислали своих ходов на Куликово поле Нижегородское, Тверское, Рязанское княжества, а это были крупнейшие политические образования Северо-Восточной Руси. Да и Мамай не привел всю ордынскую силу на Куликово поле. Ему в этот период времени подчинялось лишь земли, расположенные к западу от самой Волги. Видимо, понимая, что сил для похода не хватает, Мамай решил привлечь наемников из Крыма, Кавказа и Волги. Ученые установили, что на Куликовом поле пришли профессиональные воины, профессиональная конница. Их не могло быть много. Известно, что на Куликовом поле не участвовали городовые и крестьянские ополчения. Ученые выяснили, что городовыми полками назывались, прежде всего, те полки воинов, которые собирались из тех земель, которые категотели к тому или иному городу. Таким образом, на территории Куликова поля московский князь привел не более 10 тысяч бойцов. Немногим больше, скорее всего, выставил и Мамай. Однако, действительно, это было крупнейшее сражение Средневековья. Для сравнения скажем, что вот такое крупное государственное политическое образование в Восточной Европе, как Великое княжество Литовское, которое было во много раз больше по территории, чем Московская Русь, могло выставить в 14 веке на поле боя рать не больше 9 тысяч человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова